Слушайте, я ещё раз говорю, прийти в 300 метрах от Кремля, устроить перестрелку, убить двух людей, не понести никакого наказания, потом через несколько недель ещё объявлять кровную месть в наглую. Можешь сказать, ты приверженец выборов для прихода к власти групп людей с политическими идеями или всё-таки создание совета из мудрецов? Звучит, звучит, конечно, как из пластилина колец. Совет мудрецов. Так, тебя вообще куда-то понесло с твоим национализмом. Почему Аиза не чеченка? Чеченцы геи тоже не чеченцы. Кто ещё, по-твоему, не чеченцы? Ложь обречена на погибель, расслабься вы, обычный народ. Мы абсолютно обычный народ, здесь, конечно, с тобой никто спорить не будет. Но почему те люди, кто себя добровольно выводит из народа, почему мы должны продолжать их считать таковыми, если они сами не хотят? Что такое вообще народ? Народ – это язык, это обычаи, это традиции. Это не кровь. Как бы там, кто бы ни пытался доказать обратное, народ – это не кровь. Потому что кровь разная. Там разные ДНК-группы, ГАПЛ-группы. То есть, народ объединяет обычаи, язык, в первую очередь, язык, обычаи и традиции. Единая вот эта культурная среда. И если человек перестаёт это поддерживать, добровольно выходит из этого общества, и здесь он перестаёт быть частью этого народа. Поэтому приведённый мной пример, допустим, с этой Эйзой – это очень показательный пример того, как человек родился в чеченской семье, но добровольно ушёл из этого народа. То есть, там не поддерживается никакая связь со своим народом, со своими обычаями, традициями, языком, с родственниками. Всё. Ты полностью… Наверное, знаете, есть случаи, где людей, может быть, там, принудительно как бы вывели, то есть, с ними перестали, допустим, родственники отказались. Это такая принудительная депортация из народа, назовём это так. А это скорее такие случаи, когда человек сам добровольно это сделал, он вышел из этого народа, он сам перестал себя идентифицировать как часть этого народа. Почему мы должны, если он этого не хочет, насильно его пытаться в этот народ затащить? Поэтому всё-таки, наверное, это очень даже логично, что такие люди перестают быть частью этого народа. Так, ага, если гей, он не чеченец, а хабиб, у которого нет ни языка, ни обычаи, ни традиции, чеченец. Что? Простите? Как? Причём здесь хабиб? Кто говорит, что хабиб чеченец? Да, ребята, мы куда-то, по-моему, не туда с вами вообще уходим. Это что за дискуссия? Я ещё раз повторяю, здесь вопрос не в том, хороший ли там или плохой, нравится нам человек или нет, но есть определённые вещи в поведении человека, в его действиях. Если он, допустим, что-то такое сделает, то неизбежно он перестанет быть частью этого народа. Это, например, таким действием будет, если девушка чеченка выйдет замуж, например, за немусульманина, за русского, там, или ещё кого-нибудь, и выйдет замуж. Всё. Даже если она проживёт даже счастливую жизнь где-нибудь там в России, но какой-либо связи со своими родными и близкими, с чеченским народом у неё не будет. Поэтому, разумеется, такой человек перестаёт быть частью чеченского общества и перестаёт быть чеченцем. То же самое относится к различным извращениям и подобным вещам. Тот, кто открыто об этом объявил, ну, разумеется, какая с ним может быть связь. То есть этот человек сам себя отрезал от собственных корней, от своего народа. Поэтому и вопросов, я думаю, здесь особо и у него по этому поводу нет. И ни у кого быть не должно. Это выбор самих этих людей. Аптек Лаудинов сказал, респект деятельности русской общины. Что это значит, по твоему мнению? Кто его заставил или что заставило? Надеюсь, в ответ не скажешь, что и он тоже не чеченец. Нет, он-то как раз-таки чеченец. Но я не знаю, я не видел этих его слов. Если он подобное сказал, ну, не знаю, значит, примирились. Что им двигало, честно говоря, не могу это прокомментировать, потому что не в теме. Так, Кадыров, ты говоришь, выиграл. Кадыров показал, что он никто. Как же ты их защищаешь? Как же ты их защищаешь? Он спрашивает. Надо же, Кадыров раздолбал фирму и убил безоружных и ранил это по-мужски. Ты, по-моему, не совсем понял, что я сказал. Что значит защищаешь? Я его не защищаю. Я наоборот говорю, я показываю тебе его беспредельность. И это не защита. Это констатация факта. Прийти в 300 метрах от Кремля, устроить перестрелку и после этого не понести никакой ответственности. Но это очень серьезный показатель. Попробуй это, повтори. Кто-нибудь попробует, пусть это повторит. И мы посмотрим, что с этим человеком будет. То, что он может подобное себе позволить, это говорит о возможностях этого человека. То есть, как бы мы его с вами не ненавидели, мы не можем не признавать очевидного. В таких, такого рода разборках, для проведения такого рода разборок, у него есть очень серьезные ресурсы. Не от того, что он смелый. Сам по себе этот человек трус. Он не изменился за эти годы. Он был всегда таковым, и он уже никогда не изменится. Он трус по своей природе. Сам по себе он ничего подобного никогда не сделает. Но мы должны понимать, что, как гласит наша поговорка, даже если стреляющий не мужчина, но стреляет ружье. На русском как-то не очень звучит эта поговорка. На чеченском более понятнее. То есть, смысл этой поговорки в том, что неважно, кто стреляет из ружья. Ружье по-любому убивает. Вот в этом смысле, от того, что он сам по себе трус, но за ним стоят ресурсы. Там есть огромное количество людей с оружием, с финансовыми возможностями, со связями. Поэтому недооценивать это нельзя. И тем более пытаться там, где очевидно, что у человека реальная сила и возможности, говорить нет, у него их на самом деле нет. Но вы опять столкнетесь с ситуацией, когда возможно это мнение где-то укоренится, а потом раз и произойдет еще один Вайлберрис. И окажется, оказывается, было. Смотрите как. Ведь то, что произошло в Вайлберрисе, это была недооценка его возможностей. Там тоже люди, видимо, не думали, что приедут и перестреляют. Не ожидали. Они тоже, по всей видимости, рассуждали таким образом. Да, ничего они там не сделают. А никогда они не посмеют приехать и в трехстах метрах от Кремля устроить перестрелку. А видите, они это сделали. И за это не понесли никакого наказания, никакой ответственности. Поэтому это надо учитывать. Кадыров на самом деле полностью проиграл при захвате в Вайлберрис. Ему не помогли ни его боевики, ни менты, ни стрельба. По факту он вляпался и теперь старается отыграть обратно. Это очень интересная оценка, конечно, произошедшего. Слушайте, я еще раз говорю. Прийти в трехстах метрах от Кремля, устроить перестрелку, убить двух людей. Не понести никакого наказания. Потом через несколько недель еще объявлять кровную месть в наглую. А что должно было произойти, чтобы он выиграл? Интересно, как вы себе это представляете? Как бы он в этой ситуации выиграл? Что должно было произойти, чтобы вы сказали, да, он победил. И если он там не победил, то кто там победил тогда? Ладно, ребята, я думаю, в принципе, любая подобная тема, в принципе, допускает каких-то интерпретаций разного рода выводов по этой теме. Но отрицать очевидного, я думаю, никто не может. Любой другой человек, если бы он попробовал бы что-то подобное устроить, ответственность понес бы колоссальную. Никому бы этого не позволить. Если кто-то с этим хочет поспорить, ну, попробуйте. Победил бы, если бы он забрал бизнес или часть бизнеса. Так это же все в процессе. Или вы как себе представляли? Просто пришли и постреляли. И даже если бы они, ну, предположим, остались бы в этом офисе, вы думаете, бизнес стал бы принадлежать им. Это все в процессе. Я думаю, здесь, скорее всего, смотрите, вообще, то, что произошло тогда в Wildberries, это ведь именно, как бы, заявка. И действующая фигура, то есть официальное лицо этой заявки, это Бакальчук, этот Владислав. И то, что Владислав после этого не арестован, он свободно выходит, дает интервью, ведет свой телеграм-канал. Это очень серьезная такая заявка. А дальше, конечно, будет процесс, бракоразводный процесс и раздел этого всего. То есть пока делать выводы о том, кому остался бизнес, очень рано. Я думаю, мы еще увидим, что там будет дальше. Еще вы учитываете, что с момента, когда Бакальчук появился у Рамзана Кадырова до перестрелки в Wildberries, прошло несколько месяцев. И тоже были люди, кто говорил, типа, а ничего, он там просто заявление сделал, он ничего не может. Сулейман Керимов даже там с ним что-то, даже, чтобы ему позвонить, там нужно разрешение. В общем, такие вещи писали, говорили. А в итоге, видите, раз в Wildberries стрельба, два трупа, несколько раненых. И поэтому сейчас тоже рано говорить про то, кому останется или остался этот бизнес. Ничего еще в этой истории не закончено, ребята. Самая правильная позиция в этом вопросе, это не выступать ни на чьей стороне. Просто смотришь, наблюдаешь со стороны вот так сверху, и ни на чью сторону не смотришь. Вот так делаешь, анализируешь, смотришь, ага, как себя эти повели, как те повели. Но там нет, вот в этой истории нет хороших и плохих. Нет там добра и зла. Там зло против зла. Там плохие против плохих. И ни на чью сторону в этой истории становиться нельзя. С вами должны, ну я говорю про людей, про людей с правильными убеждениями. Здесь даже не только сейчас речь идет о мусульманах или немусульманах. Вообще в целом люди бывают честные люди, правильные люди. Люди анализирующие, люди, которые в состоянии проанализировать, кто есть кто, они на чью-то сторону в этой истории становиться не должны. Просто чума на оба ваших дома. Если те победят, хорошо. Если эти победят, ну тоже хорошо. Если они, никто из них там в итоге не победит и у тех заберут, ну тоже хорошо. То есть мы с вами в любом случае в этой истории не проигрываем. Вот как бы у них там, что бы у них там не получилось, мы с вами точно не проигрываем. Можешь сказать, ты приверженец выборов для прихода к власти групп людей с политическими идеями? Или все-таки создание совета из мудрецов? Звучит, конечно, как из пластилина колец совет мудрецов и образованных людей, которые будут основой политической системы. Этот совет мудрецов, его же тоже должен кто-то выбирать. Поэтому в своей основе выбор является вообще основой. В исламе является выбор людей, тех, кого ты назвал мудрецами. Это смешно очень звучит. Их же выбирают. То есть этих людей должны выбирать люди. Поэтому я, конечно же, прежде всего за то, чтобы, будь это совет влиятельных людей в виде парламента, я не знаю, чего-то еще. В общем, как бы там ни было, я за то, чтобы, конечно же, была избираемость, сменяемость, чтобы не было возможности вот этой узурпации. Когда один чувак садится и говорит, все, я здесь по дешах, я теперь тут рулю мечом, огнем, кого хочу. Вот я против этого. Должны быть очень серьезные системы сдержек и противовесов, не позволяющие каким-то плохим ребятам узурпировать власть. Субтитры создавал DimaTorzok